Продолжение следует... 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 Нет. Ну а вот что нужно учесть для того, чтобы это учебное занятие было эффективным, для того, чтобы оно было результативным, для того, чтобы оно приносило пользу и удовлетворение в первую очередь самому себе, педагогу. Вот об этом давайте мы сейчас и поговорим. Материал очень объемный, поэтому некоторые фрагменты я буду буквально очень быстро, обзорно, чтобы сориентировать вас в этом, но готов ответить на вопросы, потому что может получиться так, что я слишком бегло об этом скажу. На других вопросах остановлюсь чуть более подробно. Я обращаю ваше внимание, что здесь, если вы нажмете на иконочку материала, то мы предлагаем вам сегодня не только подробную презентацию данного вебинара, но еще и мое пособие теории обучения, где вот эти вещи изложены более подробно, более детально и даже с вопросами и упражнениями, для того, чтобы можно было подумать, поразмышлять над этим. Потому что, знаете, самое главное, самое главное именно в этом, вот не кидаться в бой, потому что, когда я готовился к своему первому уроку, я тогда еще ничему не обучался, потому что учителем я стал, только лишь закончив школу, тогда 10 класс выпускной был, я позвонил одной из своих учительниц, она была очень хорошей учительницей, она мне очень нравилась, к тому же это была мама моего друга, вот я спросил Одни Николаевна, вот мне нужно к уроку как-то подготовиться, как это? Она сказала, Коля, ничего страшного, значит, бери тетрадку, пишешь урок номер один, тема, дальше, соответственно, вот какие параграфы будешь проходить, прям переписывай туда тему, дальше цель, вот какая тема там есть, прям так и напиши, обучить вот этому, дальше пишешь оборудование, которым будешь пользоваться, потом вопросы, которые ты им задашь для повторения, потом план своего рассказа, потом вопросы, чтобы проверить, как они правильно поняли, и потом домашнее задание. Я был рад и счастлив, я написал вот таким вот образом план, я пришел, ну я, естественно, написал более подробный даже конспект, я пришел в класс, достал тетрадку, как сейчас, помню, это была тетрадка 96 листов в красном калинкоровом переплете, я прочитал достаточно выразительно все, что там написал до этого. Надо отдать должное, 7-й Б класс, даже, нет, это был 7-й А класс, даже не шумели, не мешали мне читать, но, наверное, они просто обалдели от того, что я делаю. Вот, прочитал я быстро, но у меня еще осталось достаточно много времени, и когда я поднял глаза от конспекта, я понял, что урок нужно проводить заново. И я понял, что написать план урока, это не означает подготовиться к уроку, и уж тем более не означает его провести. Ну а что же это означает? Тем более у нас сейчас более широкая тема. Не урок. Урок я специально вынес за рамки сегодняшнего разговора, этому мы посвятим отдельную встречу. А по двум причинам именно учебное занятие. Потому что, во-первых, не все сводится даже в школе к уроку, а во-вторых, не все педагоги, а школьные учителя. И, к примеру, когда в системе дополнительного образования детей и взрослых проводят опять-таки те же самые уроки, более или менее закамуфлированные, становится вообще очень грустно. Потому что педагоги просто-напросто и себе, и детям вредят. Поэтому давайте мы разберемся в том, а что же такое учебное занятие. Вот когда, ну поскольку базовое образование у меня учить и физики, и математики, я привык смотреть в словаре, как это определяется. И вот когда я заглянул в словаре, я обнаружил такие определения, что занятие это, например, занять, то есть поместиться, расположиться где-то, вступить куда-нибудь или овладеть чем-нибудь. Например, занять квартиру, занять место в вагоне, занять крепость. Было такое определение интересное, занятие это то, чем кто-нибудь занят. То есть это определенное дело, труд, работа, а также вообще заполнение чем-нибудь своего времени. Вот сюда же интересное, любимое занятие. Пустое, бесполезное занятие или род занятий, род деятельности. Ну и третье, что я обнаружил, это учебные часы, уроки, лекции, а также вообще время учения. В школах начались занятия, говорят, семинарские занятия, ушел на занятия. Ну так вот, что же такое тогда для нас учебное занятие? Что это? И когда мы начинаем разбираться, то, наверное, вот из этих пазлов, что занятие как работа, занятие как учение, занятие как овладение чем-то, и вряд ли все сводится только к ним еще что-то такое, вот из всего этого и складывается в результате образ моего занятия. То есть мое, мое персональное понимание занятия. И это первое, о чем я предложил бы задуматься каждому из нас, причем реально из нас, не только вам, но и самому себе. Вот что такое вот это учебное занятие, потому что в разных образовательных организациях, даже при изучении разных разделов, разных тем. И вот это занятие, образ этого занятия, это может быть что-то совершенно иного. Тем более у каждого из педагогов это что-либо иного. Но при всем прочем, в любом случае, учебное занятие должно выстраиваться, естественно, в зависимости от цели. А цель это всегда освоение обучаемыми содержания образовательной программы, приобретение фундаментальных знаний и базовых умений. Вот это, по сути дела, цель занятия, учебного занятия, потому что мы про это именно говорим. А значит, первый вопрос, тот, который нужно решить, это вопрос о том, что же является содержанием, которое должно быть усвоено или освоено в процессе учебного занятия. По поводу программ, у нас целый цикл встреч состоится, каким образом эти программы проектируются, разрабатываются и так далее. Но вот до программ есть еще такой государственный документ, как федеральный государственный образовательный стандарт. И вот он как раз и отвечает на это определение. Содержание образования представляет собой педагогически адаптированную систему знаний, умений, навыков, способов деятельности и так далее. Вот давайте мы разберемся в некоторых моментах. Смотрите, первое, что педагогически адаптированно. То есть это не наука. Да, я преподавал, возможно, я преподаю какую-то науку, либо какой-то вид деятельности помогаю детям осваивать. Но в данном случае здесь очень важное определение, педагогически адаптированная система. Ну, соответственно, система чего? Знаний, умений и навыков. А также, вот то, о чем очень часто забывают, способов творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру. Усвоение вот всей этой системы не обеспечивает подготовку человека к жизни в обществе, к выполнению социально значимых функций. Вот давайте мы обратимся буквально недавно на днях. Я прочитал такую информацию. Почитайте, пожалуйста. Очень интересно. Это то, что сказала Ольга Голодец, вице-премьер правительства Российской Федерации. Конечно же, когда я прочитал название, я очень скептически отнесся к этой информации. Ну да, правильно, давайте мы еще форму классов будем обсуждать с вице-премьерами. Но когда я прочитал всю информацию, я убедился, что говорит человек компетентный. И я зауважал вице-премьера за один абзац. Вот как вы полагаете, какой это абзац? То есть, или какие слова? Смотрите, пожалуйста. Что бы вы выделили? Именно с точки зрения содержания образования. Именно с точки зрения содержания образования. Что здесь показывает профессионализм? Ну, может быть, не самой Ольге Голодец, а ее помощников, которые готовили это выступление. Но это ничуть не умаляет заслуг их руководителя. Задумались, да? Так что? Учитель открывает у ребенка талант. Может быть, да. Да. Но вот здесь у нас вопрос о содержании образования. Давайте не будем затягивать интригу. Я вам покажу. Посмотрите. Ну вот, Лидия, вы пишете, мне тоже мешает неправильное расположение пар. В чем оно вам мешает? Вероятно, вы как раз именно это имеете в виду. Вот в чем мешает? Нет возможности общения. Так. Вот я чувствую, что вы идете именно этим путем. Именно вот вопрос по поводу содержания образования. Да, и групповой работы, и, 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 и. И вот в чем дело. Дело в том, что очень часто под содержанием образования понимают то, что написано в стандарте, или то, что написано, например, в программе. Таки нет, как говорят в Одессе. Вот это не есть содержание образования. Содержание образования – это то, что усвоено, то, что освоено, то, что принято. То есть те новообразования, которые в самом обучаемом. Вот, вероятно, поэтому, вот Лидия и пишет, что нет возможности общения, нет возможности групповой работы. То есть, смотрите, получается, что и здесь тоже, вот Ольга Голодец пишет о том, что, ну, точнее, она это говорила, выступала, что получается именно трудно обеспечить в головах, в сердцах, может быть, в руках обучаемых именно освоение этого содержания образования. То есть, еще раз подчеркну, содержанием образования называется не то, что написано в каком-то документе, а то, что принято самим обучаемым. Вот это содержание образования. А стандарт, программа и прочие документы объясняют о том, что, собственно, должно быть усвоено или освоено, что должно быть принято и как. Где найти федеральный государственный образовательный стандарт общего образования? Мы сегодня говорим именно об общем образовании. Вот, естественно, на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации адрес этого сайта пишется буквально русскими буквами минобранауки.рф слэш документы слэш 336 И здесь можно обнаружить стандарт. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. Есть еще такой портал федеральный государственный образовательный, то есть портал российское образование. Там в разделе нормативно-правовая база в ГОС и документы можно будет тоже найти федеральные государственные образовательные стандарты. Адрес вы видите на сайте www.edu.ru Вот там можно найти эти стандарты и они-то как раз и объясняют, что, собственно говоря, должно быть освоено в процессе общего образования. Вот прежде чем обращаться к этому стандарту, я поясню. Значит, допустим, школа, гимназии, лицеи и прочие общеобразовательные учреждения или организации обязательного образования обязаны руководствовать этим стандартом. А вот, допустим, учреждения дополнительного образования детей и взрослых не обязаны, они потому и называются учреждениями дополнительного образования. Но для них это может тоже служить очень серьезным подспорьем, очень серьезным таким организующим документом. В свое время, когда я познакомился со стандартами и предложил их вот в Волгоградской области педагогам дополнительного образования, как-то очень быстро, очень радостно даже, я бы сказал, эту идею восприняли и широко ею стали пользоваться. Но потом я обнаружил, что и в других регионах, в которых я этого не предлагал, то точно так же широко используется федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в учреждениях дополнительного образования детей. Это говорит о чем? Это говорит о том, что он действительно помогает. И тогда нужно посмотреть, значит, из чего он складывается, как он построен, этот стандарт. Во-первых, здесь даются именно обязательные требования, только обратите внимание, обязательные требования при реализации основной образовательной программы, основного общего образования учреждениями, организациями, имеющими государственную аккредитацию. Вот здесь даже важнее именно слово аккредитация. Я напомню, что дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование сейчас уже не аккредитуется в соответствии с законом. То есть, иначе говоря, только те учреждения или организации, которые имеют аккредитацию или которые подлежат аккредитации, то есть выдают документ государственного образца или установленного образца, установленного государственным образца, вот они как раз обязаны выполнять. Все остальные имеют право. Но это еще интересно. Какие требования включает в себя стандарт? Он включает в себя три группы требований. Это к результатам освоения. В данном случае это основной образовательной программы, но это может быть начального, среднего или полного образования. Далее к структуре основной образовательной программы и к условиям реализации этой программы. Вот три группы требований. Здесь четко говорится, что стандартно направлено обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся детства образовательного пространства и так далее. То есть там идет достаточно такой конкретный не очень обширный перечень ключевых таких ценностно-целевых установок для пользования этим стандартом. То есть для чего он собственно говоря нужен. Далее очень интересный момент именно в отношении общего образования. обратите внимание в основе стандарта лежит системно-деятельностный подход. Не компетентностный подход как в профессиональном образовании а системно-деятельностный и дается расшифровка что имеется в виду под системно-деятельностным подходом в общем образовании формирование готовности к саморазвитию непрерывному образованию проектирование конструирования социальной среды развития обучающихся в системе образования активную учебно-познавательную деятельность обучающихся и построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных психологических и физиологических особенностей обучающихся. Возникает вопрос. До этого, до принятия последней действующей версии Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, тоже в школах было предложено вводить компетентностный подход. Так вот теперь его что, отвергли или нет? То есть что, признали неправильным это или все-таки нет? Как вы полагаете, коллеги, наверняка вы в той или иной степени знакомы и с самим вот этим стандартом и с спецификой изменения стандартов. Так вот, что, собственно говоря, произошло с компетентностным подходом в общем образовании? Его отменили? То есть признали ошибочным или как? Не обращали внимания, да? Ну хорошо. Вот я бы предложил вам обратить внимание, скачать, например, файл стандарта и просто можно поисковиком найти даже само просто слово компетентность. Так вы обнаружите, что там очень-очень часто встречается компетентность в том-то, компетентность в другом и так далее. Компетентностный подход не был отвергнут. Просто компетентностный подход по большому счету является частным случаем системы деятельности. Таким образом, что получается? Получается, просто расширили рамки, методологические рамки, методологию общего образования и системно-деятельностный подход включил в себя подход компетентности. Это нужно иметь в виду, то есть все, что было наработано, ну грубо говоря, в эпоху компетентностного подхода в общем образовании, это нужно продолжать развивать, укреплять, использовать. Оно как раз поможет в полной мере, более полной мере реализовать системно-деятельностный подход. Далее в стандарте говорится о том, что он ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. И вот эти личностные характеристики получили название портрет выпускника, в данном случае это основная школа с 5 по 9 класса. И здесь дан, опять-таки, достаточно конкретный перечень основных ключевых характеристик. То есть, иначе говоря, вот тот образ выпускника данной ступени обучения, что, собственно говоря, мы должны использовать для диагностики, для оценки эффективности в целом, реализации образовательной программы. Ну вот, для выпускника основной школы таких характеристик всего на всего 6, такие ключевые, подчеркиваю еще раз, характеристики. Далее, далее еще говорится о том, что стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной, ну, я еще раз оговариваюсь, в данном случае это основной образовательной программы общего образования. И выделяются три группы характеристик. Личностные, метапредметные и предметные. Чем они различаются? Значит, личностные характеристики, ну, это вот то, что, допустим, если соотнести с профессиональным стандартом педагог, то есть стандарт профессиональной педагогической деятельности, то это результат реализации воспитательной функции. Метапредметные – это результат реализации развивающей функции и предметные – это функция обучения. Ну вот, если так соотнести, то все очень четко укладывается. Ну, собственно говоря, это и есть такая идеология формирования этого стандарта. Ну вот, я еще раз возвращаю вас к мысли о том, что, допустим, мы познакомились со стандартом, мы выбрали вот те результаты, на которые мы ориентируемся. Мы отобрали, что будем предлагать нашим ученикам или воспитанникам. То есть, вот проект вот этого содержания образования, то, что мы хотели бы, чтобы было усвоено или освоено, то, что было бы принято детьми, мы приготовили. Но я еще раз напоминаю, что содержание образования – это не то, что мы предлагаем, это не то, что от нас или мы требуем, а это то, что принято самими обучаемыми. И вот здесь есть определенные, совершенно определенные, четкие закономерности. Они действуют. Вот для некоторых людей, непосвященных, кажется, что, ну здесь как-то так вот, как у известной певицы пришла и говорю, да, что тут, собственно, фантазировать, это все придумывают. Я тоже в свое время прошел этот этап, когда даже уже учителем был и преподавал физику. Я был таким гордым, объяснял, ну, дети, говорю, вот понимаете, вот законы физики – это не уголовный кодекс, это не то, чтобы их нельзя нарушать, их невозможно нарушить. Потому что они объективно действуют. Ну и дальше там приводил пример и, в общем, убеждал, что давайте физику будем изучать. Потому что если мы поймем законы физики, то тогда мы многие вещи сможем объяснить, использовать эти законы для облегчения своей жизни и так далее. Ну вот, как-то так по поводу самой педагогической деятельности мне казалось, что это не то, чтобы на уровне 2 приток-3 прихлопа, но главное – опытно работать. Ну то есть это вот известный лозунг «Зная предмет, а преподавать научишься». Знать предмет, конечно, нужно, это несомненно, это база, это фундамент. Без наличия фундамента построить ничего невозможно, но и на фундаменте жить нельзя. Так вот, нужно остановиться на закономерностях обучения и принципах. Вот что такое закономерность обучения, как вы думаете? Ну вот тут, возможно, писать долго, поэтому я сразу предложу вам свой достаточно прозрачный вариант, который наверняка и вам тоже пришел на ум. Вот, закономерность – это устойчиво повторяющаяся причинно-следственная связь. Ну то есть, во-первых, это то, что всегда повторение. Так, что-то у меня тут слайд перескочил. Во-первых, это всегда повторение. То есть, вот это вот очень важный момент, да, то есть из раза в раз систематически. Не системно, а именно систематически. То есть, постоянно может быть. Устойчиво повторяющаяся. Но, здесь вот очень важный момент, что это причинно-следственная связь. То есть, по принципу, если это, то то. Если то. Вот, закономерность – это именно устойчиво повторяющаяся причинно-следственная связь. Ну, а что же тогда принцип? А принцип – это то, что именно на основе закономерности формулируется. То есть, смотрите, принцип – это нормативное требование, что поскольку это происходит вот так, то следует действовать вот таким-то образом. Таким образом, закономерности и принципы всегда связаны. Закономерность – то, что происходит на самом деле. Принцип – каким образом мы должны в связи с этим действовать. Давайте мы посмотрим, какие же закономерности действуют в обучении, ну и, соответственно, какими принципами следует руководствоваться. Мне просто известно, а великий советский дидакт Илья Яковлевич Лернер выявил две группы закономерностей. Объективно и субъективно, он их так обозначил. Что это означает? Как-то вот даже нелепо может быть звучит на первый взгляд, да? Почему? Как могут быть субъективные закономерности? А вот, что это означает. Вот первая группа закономерностей, объективно, это те, которые присущи обучению. Ну вот просто вот мы обучение проводим, они вот хочешь, не хочешь, они все равно будут действовать. То есть это вот то, что происходит вне зависимости от того, как действует педагог, они все равно вот обязательно будут проявляться. А вот субъективные закономерности будут проявляться в зависимости от характера деятельности обучающего и обучаемых. То есть иначе говоря, в зависимости от вида содержания образования, метода, которым пользуется педагог. То есть вот потенциально они есть, вот если я начинаю что-то делать, то оно протекает вот таким вот образом, но я могу этого и не делать, тогда оно никак не проявится. Какие же это конкретно закономерности и какие принципы им соответствуют? Итак, объективные закономерности. Первая закономерность, процесс обучения, как и педагогический процесс в целом, закономерно обусловлен более широкими социальными процессами и потребностями. Ну то есть понятное дело, что если в обществе что-то востребовано, то этому действительно хотят обучаться, активность проявляется в этой сфере и так далее. Отсюда поддержка тех или иных организаций, программ и так далее. Нет, значит тогда, вот как бы мы ни старались, все равно, собственно говоря, ничего там такого и не произойдет. Ну и тогда какой же принцип соответствует этой закономерности? Это принцип культуросообразности. Он как раз именно вытекает из первой закономерности. То есть эти потребности, так же как и достижения, выражаются в культуре общества или общности и, соответственно, в социокультурном опыте, который составляет содержание образования. Вот откуда, вот откуда черпается содержание образования из социокультурного опыта. Почему? А потому что в культуре выражается объективная потребность данного конкретного общества, где мы реализуем наши образовательные программы. Вторая закономерность. Процесс обучения закономерно связан с процессами образования, воспитания и развития, которые входят в целостный педагогический процесс. То есть, иначе говоря, это вот три составляющие и обучение одна из трех составляющих образования, обязательно взаимосвязанно, даже взаимообусловлено процессами развития, процессами воспитания. То есть, иначе говоря, ну вот, например, только лишь обучать, ну не получится, не воспитывая. Давайте вспомним, бить ей себя в грудь некоторыми учителями, которые, ну вот, как я в свое время, значит, утверждают, вот я урокодатель, для меня урок это святое, вот для меня главное дать урок. Я уже когда это понял, я стал задавать ответный вопрос, говорю, а вот вы-то вот дали урок, а у вас его взяли, неужели для вас без разницы, насколько воспринимается тот материал, который вы предлагаете обучаемым. То есть, уважают они, не уважают вас, как педагога, заинтересованы в предмете или не заинтересованы, ну а это же воспитательные эффекты. Способны ли они выполнять вот те или иные устные операции, мыслительные операции, ну а это же, извините, развивающие эффекты. Ну то есть, как можно обучать, не развивая, не воспитывая. Отсюда идет принцип целостности или принцип единства обучения, воспитания и развития ребенка. То есть, мы должны всегда вот эти вот три координаты нашего образовательного пространства обязательно учитывать. Следующий принцип, вернее, закономерность, это закономерность говорит о том, что процесс обучения зависит от реальных учебных возможностей учащихся, внутренних факторов обучения, то есть уровень интеллектуального, волевого, эмоционального развития и так далее. Вот что потенциально заложено. И не учитывать этого, ну вот эти лозунги «все дети талантливы», они хороши в определенной степени. Это, ну скажем так, кредит доверия, это оптимистическая гипотеза во взаимодействии с учеником. Да, мы должны отыскивать эти таланты, мы не должны ярлык вешать. Но вот получается так, что в чем-то он может быть талантлив, в чем-то, ну даже элементарно известно, что вот эти вот правые и левополушарные дети. То есть у кого-то это наглядное, нагляднообразное мышление больше развито, у кого-то абстрактно-логическое. Это же нужно учитывать. Известны очень серьезные различия гендерные, то есть мальчики и девочки, мы тоже знаем, очень по-разному воспринимают, действуют и так далее. То есть все это объективно. Опять же возрастные особенности, то есть реальные учебные возможности обучаемого, они у каждого своеобразны, их нужно изучать. И как раз в связи с этим и формулируется следующий принцип, это так называемый принцип доступности. То есть иначе говоря, он как раз и требует учета особенностей уровня развития и предполагает, что вот обучение должно быть в так называемой зоне ближайшего развития ученика. Чтобы было напряжение, но чтобы не было чувства надрыва. Потому что если мы предложим, к примеру, первоклассникам задачи на абстрактное мышление, ну кто-то может быть, вот вундеркинд такой, у него опережающий развитие абстрактного мышления. Но абсолютно большинство детей просто не в состоянии справиться с такой задачей, не потому что они глупые, не потому что они неталантливые, а потому что согласно возрастным нормам у них еще не сформированы соответствующие мыслительные операции. Поэтому здесь будет нарушение вот этого принципа доступности. Следующее, тоже объективная закономерность, я напоминаю, объективные это те, которые действуют вне зависимости от характера деятельности педагога. То есть хочет он этого, не хочет, оно все равно так будет. Процесс обучения закономерно зависит от внешних условий, в которых он протекает. Ну, я думаю, вряд ли кого-то из вас нужно в этом особенно убеждать, но это необходимо констатировать, то есть это объективная закономерность, учебно-материальная, морально-психологические, эстетические, влияние семьи, сверстников, время для решения поставленных задач, то есть, грубо говоря, дозрел он до этого или не дозрел. Вот все это тоже объективно действует, и в связи с этим предлагается следующий принцип, это принцип так называемой ситуационности. То есть нужно соотносить свою деятельность с ситуацией. Если мы не соотносим с ситуацией, то ситуация как система внешних условий, условий, условия это то, что существенным образом влияет на протекание процессов, вот эта система внешних условий даст нам такую враждебную, иногда даже агрессивную среду, которая просто-напросто сведет на нет, а иногда и приведет к обратным результатам в деятельности педагога, учителя в частности. Это были объективные закономерности, то есть я еще раз повторяю, те, которые действуют независимо от желания учителя. Ну а вот учителя или педагога другого. Ну а вот это субъективно, то есть если он это осуществляет, то оно проходит соответствующим образом. То есть если педагог организует процесс обучения как именно взаимодействие, то здесь как раз процессы преподавания и учения взаимосвязаны в целостный процесс обучения. То есть если учитель не мыслит себя радиоприемником, который нельзя выключить, он транслирует и все, а старается включить в процесс обучения тех, кого он обучает, тогда, соответственно, складываются эти два процесса преподавания и учения. И нужно рассматривать тогда деятельность преподавателя, деятельность обучаемого, причем деятельность обучаемого является основной, базовой, а деятельность преподавателя получается тогда такой, ну как это не обидно для некоторых звучит, обслуживающий, вспомогательный. И как же это в принципе отражается? Смотрите, принцип сознательности и активности учащихся при руководящей роли учитель. То есть тогда мы организуем именно осознанную, активную деятельность самих учащихся и руководим вот этой активностью. Я был удивлен, однажды, это уже было очень давно, когда я с педагогическим классом пришел к учительнице начальных классов, первый класс буквально, чтобы... Ну я знал, что она очень хорошая учительница, поэтому я педкласс свой привел туда, чтобы они посмотрели, как работает хороший учитель. Ну я сам был удивлен, когда она предложила первоклассникам, говорит, давайте мы сейчас составим план урока. Вот. И они на доске писали план урока, выбегая к доске первый, второй и так далее этапы. Дальше они распланировали, сколько времени нужно на каждый из этих этапов им, для того, чтобы активно поработать. Я сидел, думал, ну правильно, вы же уже это время израсходовали на планирование, когда же вам уже урок привести. Но дальше, дальше урок пошел очень интенсивно, и именно из-за вот этой осознанности. И в определенный момент учительница остановила урок, говорит, ребята, давайте мы посмотрим, мы укладываемся ли в план, часы висят над доской. Они посмотрели, ой, нет, мы не укладываемся. Так хорошо, вот у нас вот что осталось. Чем мы можем пожертвовать? Или что мы можем сделать побыстрее? Они тут же скорректировали. Это невероятно звучит, но это реально было на самом деле. Дети вместе с учителем уложились во время урока, и урок был именно завершен. Причем для посвященных, признаюсь, да, я знаю, что это методика Шалла Александровича Малашвилия. Для непосвященных предлагаю посмотреть его работы. Там, где он и у нас учениками начальных классов, вот этот принцип не просто использует, а очень эксплуатирует. Далее. К субъективным закономерностям обучения относится и така. Содержание обучения закономерно зависит от его целей, отражающих в себе потребности общества, уровень логика развития науки, реальные учебные возможности и внешние условия для обучения. Обратите внимание. Некоторые педагоги говорят, да, вот у меня вот цель была такая, а вот закономерность-то, если уже вы хотите ее использовать, да, содержание обучения зависит от цели. Только дальше смотрим, после запятой, отражающих в себе потребности общества, уровень и логика развития науки, реальные учебные возможности и внешние условия для обучения. Вот тогда эта закономерность начинает действовать. Как это выражается в принципе? А принцип называется принцип научности. Он в первую очередь как раз именно относится к отбору содержания образования. Означает требование преподавать основы научного знания, раскрывать современную проблематику науки, присущие ей методы и так далее. Ну то есть не волонтаристки, как некоторые провозглашают, а у меня была такая цель, а в соответствии с последними научными достижениями, кстати говоря, и в теории обучения тоже. Следующая субъективная закономерность заключается в том, что методы и средства стимулирования организации и контроля учебной деятельности закономерно зависят от целей и содержания обучения. То есть смотрите, цели содержания обучения диктуют то, какими должны быть методы и средства стимулирования организации и контроля учебной деятельности. Цели содержания разные, значит методы и средства стимулирования организации контроля тоже должны в зависимости от этого изменяться. Ну и принцип, который простекает из этой закономерности, это принцип систематичности и последовательности. Вот он предполагает логическое построение содержания образования, кстати говоря, в реализации этого принципа на практике необходимо выделять ведущие идеи изучаемого материала, и какие методы им соответствуют. Причем методы исследования, то есть методы науки и методы и организационные формы обучения. Вот все это должно быть объединено в логические блоки. Получится тогда реализация принципа систематичности и последовательности. Еще две закономерности нам предстоит, соответственно, два закона. Два принципа, извините. Такая закономерность. Форма организации обучения закономерно зависит от цели, содержания и методов обучения. Ну это следующий слой получается, да? Что от цели зависит содержание, от цели и содержания зависят методы, ну и соответственно от цели, содержания и методов зависят формы обучения. Ну тут как-то, мне кажется, достаточно понятная логика. И отсюда вытекает принцип прочности. Он реализуется при выборе как раз вот этих форм обучения. Мы сегодня на некоторых из этих формах остановимся, исключая еще раз подчеркну урок. его мы вынесем на отдельную встречу. Принцип прочности говорит о том, что выбор эффективных форм обучения это важнейшее условие для обеспечения положительного отношения учеников к изучаемому предмету и его отдельным темам. Вот я бы хотел вот что подчеркнуть. У нас такое пренебрежительное иногда отношение проявляется к формам обучения. Даже вот там говорят форма творчества и так далее. У нас был отдельный вебинар про методы и организационные формы обучения. То есть как они соответствуют друг другу. Вы можете обратиться к нему. Но вот здесь я бы хотел подчеркнуть вот что. Значит, сам термин форма, вспомните, он всегда идет в паре содержание и форма. Или форма и содержание. То есть иначе говоря, содержание не существует без формы, форма не может быть без содержания. В чем роль тогда формы? А вот роль формы, она выстраивает структуру структурирует содержание. И как только мы это вспоминаем, так сразу же к форме почтительное отношение. То есть форма, это очень важный момент. Потому что иначе, иначе просто-напросто мы не достигнем вот этой прочности усвоения содержания образования. Не структурированное, аморфное содержание образования, бесформенное, не даст желаемого результата. И, наконец, девятая закономерность, или вот в группе субъективных закономерностей, она пятая, говорит о том, что все компоненты учебного процесса взаимосвязаны при соответствующих условиях. И тогда они обеспечивают прочные, осознанные и действительные результаты. Если педагог правильно выбирает цели, содержание, методы, то тогда, да, ну и соответственно организационные формы, тогда достигаются прочные, осознанные результаты образования. И, соответственно, принцип, который проистекает из этой закономерности, это принцип наглядности. Может быть, он несколько упрощает такую емкую формулировку. Казалось бы, ну а что тут такого? Но тоже я бы предостерег вас от легковесного отношения к этому принципу по двум причинам. По двум. Первая причина. Вот то, что я уже говорил, кто-то правополушарный, то есть он только образно это видит, кто-то левополушарный, тот абстрактно логически, но вообще-то все люди, вот у них два эти полушария головного мозга, они все-таки взаимодействуют. И некоторые вещи восполняются, особенно в процессе обучения, то, что логически, я не могу домыслить, восполняется за счет вот этой целостной картинки. А это как раз позволяет достичь реализации принципа наглядности. То есть здесь применение различного рода иллюстраций и так далее. Вторая причина, по которой я бы предостерег вас от легковесного отношения к этому принципу, заключается вот в чем. Дело в том, что принципы не действуют каждый в отдельности. Принципы всегда действуют в системе. То есть они взаимодополняют и взаиморазвивают друг друга. И поэтому назначение этого принципа именно для того, чтобы восполнить эту систему принципов. То есть я напоминаю еще раз система принципов. Но вот готовясь каждый раз к своему занятию, наверное, трудно все девять принципов сразу вспомнить. в соответствии с этим я вот так, с этим вот эдак, с этим вот так. Как же тогда быть? Какие принципы в обязательном порядке нужно пробежаться по списку? Как иногда говорят открыжить? Как вы полагаете? Какие принципы все непременно обязательно нужно просмотреть? Смелее, смелее, коллега. я же не зря вот так как карабинник выложил перед вами сразу девять закономерностей, девять принципов. Мы не потому, что у нас времени мало, но его действительно мало, а потому, что цель другая. Вот таким вот обзорным способом я рассказывал. Так какие же принципы вот обязательно может быть можно и призабыть? Ну так что? Раздумываем? Коллеги, давайте быстрее думать. там можно одним словом кстати ответить. Какие принципы нужно обязательно учитывать? вот буквально одним словом я точно говорю. Причем это не то, что мой взгляд, моя позиция, мое мнение, там действительно так. Уже из названия. Ну хорошо, не будем затягивать интригу, но вопрос отнюдь не риторический. Вот обязательно первые четыре закономерности и соответствующие им четыре принципа. То есть те закономерности, которые отнесены Исааком Яковлевичем Лернером к объективным. Я еще раз напоминаю, что это те закономерности, которые действуют вне зависимости от того, какой материал мы рассматриваем, какие взгляды у педагога, какие ученики перед нами и так далее. То есть первые четыре закономерности и соответствующие им принципы надо бы поотмечать, посмотреть. Раз, два, три, четыре. Ага, тут есть, тут есть, тут есть. Это при планировании, при проектировании учебного занятия и при анализе тоже полезно, потому что, знаете, вот иногда я не думаю, что кто-то избежал этой участи, иногда мы просто выходим с занятий и вот это вот чувство надрыва и не знаешь вообще, ну почему, ну что, ну вроде бы все сделал. есть этот вот это волшебная палочка, которая поможет нам избавиться от этого чувства надрыва, понять, что у меня было не так и как нужно исправить. Это вот как раз пробежаться по этим принципам, по закономерностям, которые их объясняют. И вот первое в обязательном порядке это вот эти четыре закономерности и соответствующие им принципы. А вот из следующих пяти может быть какие-то в данном вот конкретном занятии вам не очень нужны. Потому что я еще раз напоминаю, что эти закономерности, второй группы, пять закономерностей, которые отнесены к субъективным и соответствующим принципам будут действовать только лишь в том случае, если вы их востребуете. А это как объясняется? А это объясняется характером ваших целевых установок, отбором материала, который вы предполагаете для обучения на данном занятии. Ну и общей может быть идеей того учебного курса или программы например там кружка, секции, студии и так далее. вот таким образом как раз можно пользоваться. Потому что все девять одновременно и как в итоге умовески чего побольше всего побольше это нереально это формальный абсолютный подход который не только нам не поможет в подготовке занятия но и наоборот навредит. Последнее что я здесь хотел бы отметить я сказал что при анализе неудавшегося занятия воспользоваться вернуться к этим закономерностям и принципам но не обязательно неудавшегося в первую очередь удавшегося потому что нам нужно закрепить свой успех для того чтобы не было неудачи вот что ага вот что мне удалось учесть пусть интуитивно ну и что но я же тоже вот не только что родился я же все-таки профессионал ну да может быть где-то подсознательно но я вот получилось у меня потому что оказывается вот я следовал такой-то закономерности которая в таком-то принципе реализуется но это я сказал в первую очередь удавшихся занятия анализ но еще важнее то есть это вот даже не в первую очередь это к базовым относятся действиям педагога нужно к ним обращаться при подготовке занятия почему потому что мы должны избежать мы должны избежать вот этой неудачи потому что в результате страдаем не только мы те кого мы обучаем при реализации принципов надо также учесть некоторые специфические характеристики процесса обучения и давайте мы быстренько их коснемся какие же характеристики это постановка перед учащимися и осознание познавательных задач я подчеркиваю речь идет о познавательных задачах а не вот это огласите детям цель урока потому что цель наша и цель обучаемых это разные цели а вот познавательная задача это ситуация в которой выявляется проблема и обнаруживаются целевые установки самих обучаемых далее это восприятие предметов и явлений развития наблюдательности и воображения учащихся то есть обязательно надо вот эту ориентировку их в ситуации провести дальше осмысливание обобщения знаний формирования научных понятий усвоение законов развития мышления учащихся то есть то что как раз и является содержанием образования далее закрепление и совершенствование этих знаний то есть вот фактически закрепление и совершенствование содержания образования далее применение знаний умений и навыков на практике то есть упражнения и тогда они станут личностными образованиями ну и анализ результатов обучения проверка усвоения учащихся знаний умений и навыков Причем анализ не только педагогам, но и самоанализ детьми. Может быть взаимоанализ, групповой анализ. Вот в результате получается план учебного занятия, этапы проведения учебного занятия. Их шесть. Но время естественно на их протекание не одинаково. Скорее вот третий этап наиболее такой длительный, но это будет зависеть опять-таки от места этого учебного занятия в системе занятий. Может быть на каком-то занятии. В основном только вводное занятие, где вы больше ставите проблемы. Три функции. Я напоминаю еще раз. Это образовательная функция. Она состоит в том, что процесс обучения направлен прежде всего на усвоение содержания образования. Именно усвоение содержания образования. Научное знание включает в себя факты, понятия закономерности, теории, обобщенные картину мира. И усвоенные, то есть интериоризированные знания характеризуются полнотой, системностью, осознанностью и действенностью. Это вот те характеристики, которые следовало бы при анализе, контроле, усвоении содержания образования чита. Вот мы все время говорим, что при реализации образовательной функции в первую очередь усваиваются знания и умения науки. Что это такое? Я об этом говорил уже не раз, но все-таки давайте мы сейчас зафиксируем, что знание это объективная системная инструментальная информация. То есть знание состоит из информации, но какие же характеристики? Первая характеристика, что эта информация объективная, не по принципу мне пригрезилась, а то, что действительно проверено. Дальше. Она системная, то есть структурированная обязательно, то есть где основные положения, где выводы и следствия из них, а где может быть просто приложение и факты. И эта информация инструментальна, то есть ею можно пользоваться. Для чего? Как минимум для объяснения каких-то явлений. Далее. Далее умение. Умение это освоенный способ деятельности. А вот чем отличается навык от умения? Тоже ведь освоенный способ деятельности или действия, да? Так вот навык это тот способ действия, который не просто доведен, а именно выведен из-под контроля сознания. Именно выведен. То есть специальным образом доведен до такого автоматизма, что не контролируется сознание. Ну вот сейчас на это нет времени, я это отдельно рассказывал в другом вебинаре. Ну а такой маленький компактный примерчик приведу. Вот представьте себе, вы сейчас пишете какое-то слово. Вы же не задумываетесь о том, как вывести кружочек, ключочек, палочку, а как даты этому обучать, да? И что получается? Получается, что выведение вот этих букв перешло именно в навык. Зачем это нужно? Сознание освобождается для того, чтобы следить за тем, какую мысль мы фиксируем на бумаге. Если мы начинаем задумываться попутно о том, как это красивее вывести, задумываемся о каллиграфии, то мы просто-напросто теряем мысль, которую нужно зафиксировать. Получаются обрывки слов, предложения и так далее. Вот зачем это нужно. И это нужно в любой деятельности так. Именно так. То есть навыки нам обязательно нужны для того, чтобы освободить сознание для более такой творческой деятельности, более продуктивной деятельности и освободить от рутин. Вот чем отличаются знания, умения и навыки. И вот в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования реализация образовательной функции это то, что относится к предметным результатам образования. Как только вот посмотрите, там соответственно идет по разным предметным областям то, что должно быть освоено при реализации образовательной функции. Развивающая функция обучения состоит в том, что в процессе обучения происходит развитие речи, мышления, сенсорной и двигательной сфер человека, эмоционально-волевое потребность в мотивационной области. Ну то есть вот то, что мы относим именно к развитию обучаемых. Что это дает? Вот нужно помнить две формы развития. Эволюционная и революционная. Я напоминаю, я не буду задавать даже вам вопрос, потому что вы это знаете наверняка, но надо зафиксировать. Эволюционная форма это накопление освоенных мыслительных операций, именно такой накопительный процесс. И это нужно везде и в обучении тоже и в развитии. А вот революционная форма развития это когда возникают новообразования. То есть качественное преобразование, например, в стиле мышления. Ну к примеру, появление абстрактного мышления, о котором я уже говорил. До этого его не было. Накапливались какие-то определенные мыслительные операции. И вот произошел качественный скачок. Это вот революционная форма развития. В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования это в разделе метапредметных результатов образования мы найдем. То есть что там, какие нужны результаты в реализации развивающей функции обучения. Ну и воспитательная функция обучения означает его направленность как специально организуемого процесса на формирование учащихся в мировоззрении, нравственных, трудовых, эстетических, этических отношений и так далее. В обучении они реализуются и через содержание образования, то есть чему мы учим, и через методы организационной формы, то есть как мы учим. И, кстати говоря, второе, более действенные результаты дает именно методы организационной формы. В федеральном государственном образовательном стандарте нужно смотреть в разделе личностные результаты образования. И прежде чем перейти непосредственно уже к формам, мы их быстренько пройдем, это вот нужно остановиться на таком вопросе кратеньком, как диалогический характер обучения. То есть вопрос об осознанности, то о чем я уже говорил. Почему? Потому что очень часто мы говорим о диалоге в обучении, но только как понимаем диалог? Вот, к сожалению, мы понимаем его просто как разговор двух. А если перевести это греческое слово, вот дословный перевод означает через слово. То есть, смотрите, диалогические формы это те формы, которые позволяют побуждать обучаемого к тому, чтобы он проговорил. То есть, не по принципу, но все поняли, все поняли, молодцы. А что поняли? Вот что поняли? Пусть они проговорят. Именно диалог это через слово. Вот еще вам несколько, шесть слов из словаря иностранных слов. И здесь идет первая часть диа через диагносиус, через познание, диагональ через фигуру, диаграмма через рисование, ну и так далее. Вот, то есть, это слова именно греческого происхождения, которые означают диагональ. И тогда вот получается то, что поэт написал так образоизменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, а ко мне живут потом века в отточенной и завершенной фразе. То есть, в результате действительно организуется усвоение содержания образования. То есть, то, что они представили, дорисовали и так далее. То есть, то, что воспринимали, вот когда оно облечено в слово, причем обратите в отточенную и завершенную фразу. Тогда оно останется, тогда оно останется как результат образования. Ну а как же быть вот с этим избитым определением, что диалог это разговор между двумя или несколькими лицами? Ну, совершенно нормальный быть, потому что слово всегда обращено к кому-то, к кому-то другому. Поэтому тоже, в общем-то, нормальное определение, просто оно суть диалога не раскрывает. А вот суть диалога раскрывает такое определение, как диалогическое взаимодействие со значимым другим. Его приписывают Бахтину. Чтобы отточенная и завершенная фраза была, нужно обязательно, чтобы был значимый другой, то есть педагог, как представитель культуры, как представитель науки, которую он преподает и так далее. И вот диалог с ним позволяет усвоение содержания образования. Ну и, соответственно, все-таки в каких же формах организуются учебные занятия, которые позволяют усваивать это содержание. То есть во имя чего все остальные эти вопросы были? Вот вершина нашего сегодняшнего материала именно эта. Хотя я так предполагаю, что вы уже достаточно устали. Кстати говоря, и времени на это у нас осталось очень немного. Но просто формы достаточно известны, поэтому я вам их практически напомню. Главная содержательная сторона была там. Так вот, первая форма это лекция. Лекция систематическая и последовательная изложение того или иного научного вопроса. Есть очень серьезные преимущества лекции. Она учит логике мышления, она помогает овладению методами науки. Она служит основой для самостоятельной работы обучающих и так далее. Но вот есть такое но. У нее очень слабая обратная связь. И в связи с этим, кстати говоря, согласно различным исследованиям, эффективность усвоения информации, которая дается на лекция, всего-навсего от 3 до 5%. Вот это, согласитесь, катастрофически мало. То есть получается, что мы просто попусту сотрясаем воздух. Вот как, допустим, активизировать лекцию с помощью обратной связи. Здесь известен такой прием, как светофор. То есть делается табличка с двумя кружочками с одной стороны и с другой стороны таблички. Соответственно, на одной красная, на другой зеленая. Я объясняю и смотрю на аудиторию. Если я вижу красную табличку, значит что-то здесь непонятно. И я должен пояснить. Поэтому тут вот тоже можно, очень интересно, что обучаемый может не руку поднимать, не перебивать меня, а просто показать и все. Вот, если же наоборот, я слишком долго объясняю то, что и без того понятно, то мне показывают зеленую табличку. И я вижу, когда много зеленых табличек, значит мне уже не надо затягивать объяснение этого вопроса и нужно идти дальше. Какие еще методы активизации? Ну, во-первых, это разделение лекции по функциям. То есть лекция может быть вводная, обзорная, эпизодическая, информационная, проблемная. Разное назначение лекции в учебном процессе. И, соответственно, это уже повышает, когда мы четко осознаем ее назначение, повышает ее эффективность. Нужно обязательно учитывать максимальную продолжительность лекции. Вот, согласно физиологии восприятия, то есть продолжительности очага активного внимания, такие усредненные данные нам физиологи дают примерно такие. Что в начальной школе лекция, это вообще микролекция, 5-7 минут. 5-7 класс это примерно 7-10 минут, 8-9-10-15 минут и 10-11 класс до 20 минут. Вот и все, собственно говоря. Вот и это максимальная продолжительность очага активного внимания, а, как правило, она еще и ниже. Потому что, например, если это первый урок, если это в школе, или последний урок, или, допустим, пятый урок в субботу, ну, вы понимаете, что восприятие резко снижается, да? Значит, тогда вообще, может быть, в некоторых случаях от лекции нужно отказаться. Не повышается очаг активного внимания, казалось бы, ничем, но мысль методическая не дремлет, и поэтому можно, по крайней мере, достичь максимума за счет таких способов активизации. То есть учесть особенности аудитории по характеру подготовки, интересам, психологическим особенностям. При отборе содержания продумывать способы создания атмосферы ожидания чего-то нового, оригинального, интрига. Выделять наиболее интересное направление и проблемы в данной области. Ставить дискуссионные вопросы, потому что, смотрите, получается, в принципе, лекция перебивается такой мини-дискуссией, и все, и очаг активного внимания дальше фактически заново включается. Он не будет тем же самым, допустим, 20 минут у старшеклассников. Он будет все равно чуть меньше, но в сумме мы продлим. Ну и так далее. То есть использовать образные сравнения, метафоры, иллюстрации. Ну, в общем, различными способами можно активизировать лекцию. Очаг активного внимания мы не продлим реально, но зато мы увеличим количество усвоенной информации. Согласитесь, это тоже немало. Далее такая форма учебного занятия, как семинар. То есть чем она отличается? Это когда, то есть если при лекции больше в основном говорит педагог, то здесь наоборот в основном говорят дети, обучаемые. И, соответственно, уже педагог просто направляет это обсуждение. То есть здесь очень часто такие дискуссионные формы обсуждения используются. Педагог при проведении семинара вступительное слово говорит, дальше организуют выступление, коллективное обсуждение, корректируют ответы, задают вопросы, это по ходу. А затем он подводит итог, оценивает, может быть, активность обучаемых на этом занятии. То есть в основном он говорит только в начале и в конце. Лекции в основной части, которая примерно 75% времени занимает, должны говорить дети, а он лишь, ну как некоторые говорят, подзуживает их. Ну, то есть активизирует дискуссию. Дискуссию, но не спорт. Вот можно использовать разные формы проведения семинаров. Лекции все-таки более локально используются, поэтому там я не стал формы проведения лекций предлагать. А формы проведения семинаров, пожалуйста, вот можете посмотреть, семинар соревнования можно проводить, можно проводить семинар в форме пресс-конференции, семинар диалог, семинар дискуссия, семинар исследования. Вот различные формы проведения семинаров позволяют не просто разнообразить его проведения, но и расширить применение его для изучения в особенности вот таких вещей, как теоретические знания. Но здесь еще могут быть и выработка первозрительных установок, ну и прочие остальные функции тоже реализуются. Лабораторная работа, ну допустим в кружках юных техников, это основной, основная форма проведения занятий, потому что это выполнение практических заданий в специально оборудованных помещениях лаборатории. Только нужно помнить, что для этого сниженное количество, обычно это 12-15 человек, не больше, в одной группе 3-4 человека работают и тоже не больше. Ну вот здесь вообще педагог только в начале и в конце выступает, потому что нельзя отвлекать, а по ходу он вот по этим таким бригадам ходит и помогает осуществлять деятельность. Направляется же она в основном памятками, инструкциями и так далее. Ну и естественно такая форма обучения, как исследовательская работа обучаемых, она имеет именно учебный характер, обучающий характер. Я бы тоже специально обратил ваше внимание на нее. Еще такая форма работы, как консультация, которую, к сожалению, достаточно многие просто-напросто пропускают, а это отдельная форма работы. Что здесь? А здесь так, активность принадлежит самим обучаемым. Они задают вопросы, а педагог отвечает. Но, кстати, может отвечать не педагог, а специально подготовленные обучаемые, то есть, которые, допустим, каждый по своему разделчику уяснили и вот они отвечают. А педагог помогает им уже, вот этим консультантам. Вот такая форма тоже широко применяется и я хотел бы напомнить вам. Давайте мы подведем итог. Что же все-таки представляет собой учебное занятие в системе общего образования? Я верну этот слайд, который уже предлагал вам. И что мы здесь поменяем? Вот когда мы говорим занятие это, то для нас важен именно педагогический смысл. Педагогический смысл вот этой встречи с обучаемыми. Чаще всего с детьми, но не только. Потому что мы взрослых тоже в системе дополнительного образования взрослых обучаем. Это тоже общее образование. И вот третье определение. В качестве педагогического смысла предлагает нам мотивацию. То есть, здесь акцентируем наше внимание на мотивации обучаемых. Второе определение на то, что он сам работает на занятии. А моя деятельность вспомогательна по обслуживанию этого занятия. Ну и первое, это все-таки чем овладел обучаемый. Потому что это и есть содержание образования. То есть, что именно им усвоено. В структуре традиционного занятия чаще всего вначале предлагают освоение теории. Потом, значит, предлагают показать, проиллюстрировать различными приложениями. Ну и в конце дают задания для упражнений. Что я бы вам предложил в структуре активного занятия. Это то, что стало результатом моих научных исследований, в частности. Но не только моих. Начать с рефлексии опыта. То есть, обратиться к жизненному, может быть. Потому что научного, исследовательского, профессионального опыта в системе общего образования нет. Обратиться к жизненному опыту. А вот пусть попробуют ответить на вопросы по данной теме. Не изучая ее. Не знают ничего. Да и ради Бога. Потому что главное здесь другое. Вот эта самая мотивация. Не знают, значит захотят узнать. И тогда на втором этапе мы даем теорию. Потому что вспомните, пожалуйста, притчу про сеятеля. То есть, какие зерна падали на камине. Какие в тернии. А какие на подготовленную почву. Так вот, рефлексии мы подготовили. Эту почву. А соответственно, тогда на нее уже и падает теория. Ну и третьим этапом это проектное задание на использование того, что они освоены. Вот все это повторяется. То есть, фактически это не этапы, а фазы обучения. Первая рефлексивная. Вторая основная теоретическая. И третья проективная фаза. Ну в качестве, очередной раз в качестве подарка, я уже не раз предлагал вот эту модель. Китайский иероглиф эффективного слушателя. Что он нам дает для понимания эффективного обучения. Значит, первый элемент это ухо. Второй элемент, чтобы мы были услышаны, наше слово должно быть обращено к потребностям, интересам человека. Но это вот как раз этому рефлексия и служит. Дальше. Третье это сопоставление с собственным взглядом. Четвертое это включение в активную деятельность. И только тогда она, эта информация пройдет в сердце обучаемого. Ну а теперь вот коллеги, пожалуйста, напишите мне номера, которые входят в рефлексивную фазу. Вот. Какие? Первый только к рефлексивной фазе относится. То есть, когда мы слово обращаем. Первое и второе. Может быть, первое, второе и третье. Может быть, первое, второе, третье, четвертое. Какие номера? Как бы вы ответили? Что входит в рефлексивную фазу? Можно написать букву «Р» и номера. Так. А меня вообще кто-нибудь слушает? Ну, хорошо. Раздумывать нам, к сожалению, сейчас уже некогда, потому что у нас время. Проискнуло уже все истекло. Так вот, про рефлексивную фазу, если говорить, то, обратите внимание, это с первой по третьей. То есть, вот все это, это рефлексивная фаза. То есть, нам нужно заинтересовать, замотивировать обучаемого. И для этого мы применяем всякие техники, чтобы он нас услышал. Для этого мы изучаем его потребности, обращаем именно к его потребностям. И для этого мы побуждаем его, чтобы он как-то там вот отнесся к предлагаемой информации, ответил на вопрос «Оно мне надо?», потому что это ключевой вопрос всякого человека, и уж тем более всякого обучаемого. Теоретическая фаза – вот она. То есть, мы должны, давая теоретический материал, сразу же включать его в собственную активность и поддерживать эту активность. И, соответственно, проективная фаза – это применение полученного содержания образования для облегчения собственной жизни. Попробуйте эту логику, порадуйте себя успешными занятиями, и как это и будет, нам счастье. Вот я еще раз напоминаю. Когда мы идем на занятия, самое главное – получить от него удовольствие. Вот тогда приятно и полезно будет тем, кого мы учим. Но для этого нужно воспользоваться профессиональными знаниями, закономерностями, о которых мы сегодня говорили. Еще раз напоминаю, что вот эта книжка «Теория обучения» дается вам в раздаточных материалах. Если вы кликните на иконочку с материалами, то обнаружите там. И вот эта книжка, которую мы втроем писали, книжка «Педагогика», это уже нужно смотреть в интернет-магазинах чаще всего. Ну и на этом я благодарю вас за внимание. Напоминаю о том, что наша Академия предоставляет вам еще достаточно обширные возможности. Можно получить сертификат участников вебинара. Можно посетить бесплатные вебинары. Причем некоторые даже проведенные мы оставляем в бесплатном доступе. Приглашаем вас на конференции. Причем сертификаты участников вебинаров и конференций будут с большими скидками для тех, кто подпиской пользуется на сайте нашей Академии. Этот адрес сайта написан здесь. И афси.ру Поэтому подписывайтесь на рассылку. Вы всегда будете в курсе всех событий. В курсе того, какие программы повышения квалификации мы предлагаем. Причем мы можем даже повышение квалификации по заказам организаций предложить. Для этого есть контакты здесь. Ну и наш беспрецедентный проект дистанционной поддержки методических мероприятий тоже бесплатно по заявкам в администрации. То есть мы просто-напросто открываем для вашей методической учебы бесплатно наши вебинары. Уже несколько таких организаций образовательных этим воспользовались. Вот нас благодарили. Мы выложим, наверное, эти отзывы на сайт. Но, пожалуйста, пользуйтесь. Потому что мы работаем для вас. Нам это нравится. И мы будем дальше продолжать работать. Спасибо. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше участие. Я надеюсь, что хоть что-то из этого для вас полезного было. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok